России давно не везет, еще с 19-го, конец 18-го, начало 19-го веков, всегда ее окружали во власти, в частности, люди непорядочные, а то и подчас откровенные враги. Так и случилось с флагом императорским, был один тоже иорданский казак, который через подкуп взятки назначился геральдистом, архивариусом и перевернул флаг. Видите, вот он сверху белый у нас, потом желтый, потом черный, за веру царя, видите, как даже ложится, и отечество во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как общее что-то есть, да, красиво, опять же, троица, за веру, понятно, сверху царя это цвет парчи царской власти, и отечество, это земля, это наши просторы, реки, чернозем, пахотные, свежеспаханные поля, вот, так что все очень просто, но мы очень много еще с вами не знаем, дорогие мои, мы очень много еще с вами, когда поменяется, узнаем и ужаснемся, и большинству людей, которые участвовали, им будет стыдно, стыдно, но если кто не по незнанию, а кто осознанно, то там, наверное, другая какая-то история будет, но это еще нас ждет впереди, а для этого нам нужно малость выжить, будем жить, помогай Господь, ваш Евгений Лопатин